Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 16 главу первого послания апостола Павла Коринфянам. Эта глава завершает собой послание. Она похожа на какие-то заключительные, немножко технические замечания, объявления, которые апостол Павел делает. Немножко как иногда в храмах священники в конце богослужения делают объявления о нуждах прихода, о том, что нас ожидает в будущем. Также и апостол Павел, прощаясь в этом послании с учениками Коринфа, объясняет некоторые детали внешней деятельности общины. Прежде всего, это забота о бедных. До сих пор у христиан существует обычай собирать пожертвования для тех, кто нуждается. И он объясняет, наконец, о сборе средств для нуждающихся христиан. «Как я установил в церквях галатийских, так и вы сделаете. Пусть каждый из вас в первый день недели откладывает столько, сколько позволяет его доход, и хранит это у себя, чтобы не заниматься сборами, когда я приду. Когда же приду, тех, кого вы сочтете подходящими для этого, я пошлю с письмами доставить ваш дар в Иерусалим. И если и мне нужно будет пойти туда, они отправятся вместе со мной». То есть уже у первых христиан был обычай собирать пожертвования прежде всего на Иерусалимскую общину, потому что она больше всех претерпевала гонения и нуждалась в помощи. Поэтому считалась почетной обязанностью и священным долгом, и большой радостью, честью для христиан в других, более благополучных провинциях, особенно тех, которые из язычников, собирать пожертвования как некое приношение, как некий дар. Сегодня мы говорим подаяние, но фактически это приношение той церкви святых, которая жила в Иерусалиме. И апостол Павел говорит, что не откладывайте эти сборы на тот момент, когда я приду, чтобы это не ударило, как большая финансовая нагрузка на ваши расходы, а заранее откладывайте эти деньги. «Приду к вам, когда пройду через Македонию, я ведь через Македонию собираюсь идти. Возможно, я задержусь у вас или даже перезимую, чтобы вы могли проводить меня потом, куда я направлюсь. Я мог бы и ныне повидаться с вами, но это была бы короткая встреча. А я хочу и надеюсь побыть у вас, если Господь позволит подольше». То есть апостол Павел описывает свои планы, планы своих миссионерских апостольских путешествий. Ему надлежит посетить общины в Македонии, и он бы мог прийти сейчас, но он не хочет мимоходом. Он хочет побыть подольше, сдержаться вместе с коринфинами. «В Эфисе я останусь до Пятидесятницы, потому что открылись здесь передо мною большие возможности для успешного служения, хотя и противников много». Действительно, Эфесская церковь была одной из процветающей и очень динамичной церкви, поэтому та духовная жатва, которую здесь пожинает апостол Павел, заставляет его задержаться в Эфесе. И, вероятно, многие свои послания он пишет именно находясь в Эфесе. «Если же придет к вам Тимофей, позаботьтесь о том, чтобы ему нечего было опасаться у вас, ведь и он, как и я, Господне дело совершает. А потому не пренебрегайте им никто, но проводите с миром, чтобы он вернулся ко мне, я ведь жду его возвращения с братьями. «Что же до брата Аполлоса? Я очень просил его прийти к вам и ни одного, но он не захотел. Не захотел идти нынче, придет к вам в более удобное время». Здесь мы с вами легко можем угадать проблему, которая существует, причину беспокойства Аполлоса, почему он не захотел сейчас прийти, потому что он слышит о том, что вообще не очень много нестроений, конфликтов, и он не хотел бы быть дополнительным предлогом для столкновений. И точно так же и Тимофея апостол Павел просит принять с миром, чтобы он ничего не опасался, не втягивать его в какие-то расприи. Поэтому примите его с миром и проводите его с миром. И в конце последней просьбы, наставления и слова приветствия. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и сильны. Пусть все у вас совершается с любовью. И еще об одном прошу вас, братья. Вы знаете семью Стефана, они были первыми из обращенных в Ахай, они были начатками, начатками урожая. И посвятили себя служению народу Божьему. Служите и вы таким людям смиренно, и вообще каждому соработнику и труженику. Меня обрадовали своим прибытием Стефан, Фортунат и Ахаик. Они мне сколько-то заменили вас и успокоили меня, как и вас. Почитайте таких людей, почитайте миротворцев. Людей, которые совершают Божье дело не ради своего тщеславия, не подпадая соблазну считать себя выше своих собратьев. Все-таки закваска всех проблем в Каринфе была в том, что были люди, которые имели какие-то особые дарования, особые харизмы, и они считали, что эти харизмы позволяют им свысока судить о других, которые их не имеют. Что есть люди более сильные и стойкие в вере, и есть люди просто верующие. И апостол Павел здесь опять подчеркивает, что для Божьего дела наиболее плодотворными оказываются миротворцы, люди, которые не гордятся, а совершают свое служение в смирении и мире. Почитайте таких людей. Приветствуют вас церкви Осии. Особенно горячо приветствуют вас во Господе Акилла и Прескилла вместе с церковью, которая собирается в их доме. Опять же, мы с вами погружаемся в атмосферу первого христианства, когда церковь была домашней церковью, где у себя дома принимали братьев и вместе совершали вечерю Господню. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте и вы друг друга святым поцелуем. Приветствие моей рукой, Павел. «А кто не любит Господа, анафема тому, гряди наш Господь. Благодать Господа Иисуса да будет с вами. Всем вам, кто во Христе Иисусе, моя любовь». Собственно, и этими словами приветствия и благословения хочется завершить чтение первого послания Коринфянам. И от себя я могу только добавить «Аминь». На портале Execet.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.